Здравствуйте! Я, Лилия Тимива, буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. Играя, актеры, играя! В пятый раз театральный конкурс-фестиваль провели в лагере Юнармейц. Рок в симфонической обработке в районном культурном комплексе выступил IP-оркестра, оркестр из Санкт-Петербурга. «Жизнь на арене» Василий Медведев, руководитель цирковой студии «Юность», герой рубрики «Жизнь в искусстве». Мы к вам заехали на час. Самый ажиотажный спектакль с прекрасными артистами в ролях Жанна Иплей и Сергей Колесников о пьесе и сцене. Чьих кистей работа? Культпросвет снова подготовил вопрос на тему искусства. Кипела культурная жизнь в прошедшие дни, а особенно урожайными выдались выходные. Все самые яркие прошедшие события культурной и творческой жизни города и района я расскажу в рубрике «Культ-курьер». О работниках культуры, о выставке рисунков, о космосе, новом проекте культуры и образовании, наступившей театральной весне и многом другом. День работника культуры в нашей стране отмечается с 2007 года. Тогда официальным указом президента этот важный для жизни страны праздник стал ежегодным. 25 марта работники культуры нашего района решили, что этот день нужно встречать весело и культурно. Что, собственно, и сделали. Собрали всех в стенах гостеприимного дома культуры поселения Медвежье Озерское и началось. Нет, вы не подумайте, но факт есть факт. Культурные люди, они и в Африке культурные, а еще талантливые и веселые. Как никто, они умеют организовать, провести и награду получить на любом мероприятии. В поселениях района культурная жизнь кипит именно благодаря вот этим неравнодушным и увлеченным своим делом людям. На том мы и есть работники культуры. Мы внесем культуру в массу. Самых активных наградили, хотя, несомненно, лучшая награда для работника культуры – это горящие глаза и добрые отзывы зрителей. Прекрасными космическими образами удивила всех Щелковская картинная галерея. На торжественное открытие прибыли герои России, летчики-космонавты Елена Серова и Сарижан Шарипов. Выставка «Первому полету. Память поколений» посвящена 55-летию первого полета человека в космос. Выставочный зал галереи украсили фотографии из космоса, сделанные летчиком-испытателем Федором Юрчихиным. Картины академика Российской академии художеств Вячеслава Жилвакова, президента Международной академии культуры и искусства Петра Стронского, члены-корреспондента Российской академии художеств Вероники Бубела-Маслова и всех присутствующих также впечатляли картины младшего поколения воспитанников художественных школ Московской области. Очень приятно, что здесь представлены совершенно разного уровня работы, работы ребят разных возрастов. Я хочу сказать, что среди них я вижу очень много талантливых будущих инженеров, художников и, в принципе, творческих людей. Когда культура и образование объединяются, это прекрасно. Синтез полезный во всех отношениях. Это подтвердил прошедший в культурном комплексе «Славия» спектакль «Граф Нулин». Организован он был Комитетом культуры и туризма совместно с Комитетом по образованию Щелковского района. Специально для учащихся. Им посчастливилось не только посмотреть спектакль по пьесе «Шутки» Александра Пушкина «Граф Нулин» в исполнении актеров Щелковского драматического театра, но и поучаствовать в интерактиве. В игровой форме школьники смогли узнать о традициях старины, бытии и обрядах наших предков. Были конкурсы, игры, причем такие древние русские, лапта с куклой. Кукла – это мяч такой. У нас были ходячие соломенные куклы. Ребята впервые увидели, здесь очень понравилось. То, что такой формат мероприятия важен для учащихся, говорят внимательные глаза и, конечно, отзывы самих зрителей. Мне очень понравилась, особенно актерская игра. Мне особенно понравились акробатические трюки. И вот эти интересные сегодня моменты до спектакля, потом, да, на сцене, и самый главный разговор, наверное, детей с актерами – это очень важно. Мы решили для себя, что сегодняшний день для нас очень показателен. Мы посмотрим, насколько мы будем двигаться дальше вместе с театром. Не параллельно образование и театр, а вот вместе дружно дополняют друг друга. Театральная весна наступила. Череда мероприятий и фестивалей, посвященных театру, прошла в нашем районе. Театральная весна началась в Щелковском районе. Конкурс театральных коллективов провели в стенах культурного комплекса «Славия». В первый день на сцену выходили участники-чтецы. Этап – чтецкий конкурс. Материал от стихов до сложной прозы. Многие не впервые принимают участие в конкурсе. Так, третий год выступает на театральной весне Полина Сергеева. Девушке уже 19 лет, за плечами второе и первое место в этом конкурсе. И многочисленные успехи на актерском поприще. На этот раз для выступления Полина подготовила непростой чтецкий материал – отрывок из произведения Николая Островского «Как закалялась сталь». Самое же главное – не проспал он в горячих дней. Нашел свое место в железной схватке за власть. И на бахрянном знамени революции есть и его – несколько капель крови. Подошла я к этому произведению. Я не могу сказать, что сама. Скорее всего, он повлиял и школьное воспитание, патриотическое. И учителя мои повлияли. Я увидела, как можно его прочесть. А вот Влада Воевода четвертый год занимается в театральной студии «Унисон». Девушке 15 лет. И для своего выступления она подготовила необычное стихотворение под названием «Древнее свидание» автора Эдуарда Осадова. Она же пораженно взволновалась, заплакала, радостно засмеялась, прижалась к нему. И не знала, смеясь, что это на свете любовь родилась. Со сцены звучали и отрывки из Евгения Негина, произведения о войне и даже стихи собственного сочинения. Марине Асламовой 10 лет. Она автор стихотворения о природе. В дни пробленья лета право, просветает свету право, осень золотит весь мир и встраивает пыль. Шестилетняя Алина Исаева также стала яркой звездочкой и свежим ветерком театральной весны. Несмотря на юный возраст, она представила очень характерный образ фолклорной героини. Баба Яга – это твой любимый персонаж, почему такой стих у тебя? Ну да, это мой любимый персонаж. Я даже дома играю с метлой, играю бабку и ложку. Ничего себе! А почему, например, не Василису Прекрасную или Золушку? Ну, они как будто… Ну, они красивые, конечно, но… Но они характерные, да? Да. Душа я добра, хороша, справедлива. Не так, чтобы очень, но все же красиво. Актерские способности участников сразу в нескольких номинациях оценивало жюри. В результате ведущие места заняли коллективы из поселка Биокомбинат, из Костромской области, города Королева, Щелково, из поселения Свердловский. В продолжении театральной темы уже в пятый раз на Щелковской земле проходит фестиваль-конкурс «Играй актер». На этот раз в местном проведении выбрали детский оздоровительный лагерь «Юно-армеец». Оценивать работы театральных коллективов приехали известные артисты театра и кино. Любите ли вы театр так, как любят его они? Участники уже пятого фестиваля «Играй актер». Если да, то знаете, теперь этот уникальный конкурс-фестиваль проходит на базе детского оздоровительного лагеря «Юно-армеец». А это важно. Сюда приехали и окунулись в атмосферу безудержного счастья и актерского мастерства участники. Юные и взрослые артисты и те, кому так близок волшебный мир театра. Активное участие принимают в судьбе фестиваля знаменитые артисты театра и кино. Не первый год в составе жюри Юрий Чернов, Сергей Баталов и многие другие. Плеяда звезд советского и российского кинематографа, в числе которых и любимая зрителями Наталья Гвоздикова, известная своими ролями в фильмах «Рожденная революция», «Большая перемена» и других. Главное, чтобы у них желание делать этим заниматься хватило как можно дольше. И кто знает, а может быть из них действительно кто-то врастет с хорошим тетцом, с хорошим актером, с хорошим актером кукольного театра. Неважно. Браво, браво, браво этому фестивалю, браво всем людям, которые все это делают. Просто с большой буквы спасибо огромное. Учитывая опыт фестиваля и тот результат, который дает участие, в нем становится понятно. Здесь все очень серьезно. Маленьких ролей не бывает, несмотря на возраст, как выясняется, и маленьких актеров тоже. Два фестиваля тому назад мы дали приз мальчику, который не говорил ни одного слова. Он играл стражника. Он играл стражника, но он довел нас до слез от кохота. Мы так хохотали, мы смеялись и плакали. Он все делал так профессионально, а ему было всего 6 лет. Фестиваль продолжался в течение трех дней. Ребята участвовали в мастер-классах и, конечно, показывали творческие номера и постановки. Началось мероприятие с веселой интермедией, как и положено в подобных случаях. Вышел с небе Донецкою, парень молодой. Ой, это не то. Точнее, это то, что нам удалось увидеть в закоулке. Прямо как в театральном институте артисты распевались, готовясь к приветствию. Что сказать, артисты. А вот главное действие, конечно же, развернулось на сцене. Коллективы показали так называемые визитки, номера, представления. А после всех собравшихся ожидал торжественный салют. Я люблю музыку. Разную, но особенно рок, джаз и классику. А рок в сочетании с классикой, в обработке – это особое удовольствие. Так вот, это особое удовольствие получили те немногие счастливчики, пришедшие на концерт петербургского IP-оркестра в районный культурный комплекс. Хиты легендарных групп The Purple Queen, Rolling Stones, Doors, Nirvana и многих других звучали со сцены и дарили особый рот эмоций. Сейчас я поделюсь ими без комментариев. Нет, все же надо вам немного рассказать об этом уникальном оркестре. Симфонический оркестр IP-оркестра объединяет лучших молодых музыкантов Санкт-Петербурга. Создан в 2009 году. С того момента ведет активную концертную деятельность, исполняет ответственные государственные заказы, как в России, так и за рубежом. Симфонический оркестр под управлением Игоря Пономаренко принимал и регулярно участвует в масштабных мероприятиях России и мира. С оркестром выступают всемирно известные артисты. Ну а сейчас наслаждайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Выпускник университета ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 в черном парике. Сначала и неясно, кто же она, потом понимаешь, что это снова Жанна Эпле. Интересно и в этом противоположном образе, ожидавшей всю жизнь того, кому когда-то поверила. Встретила его вновь. Жанна Эпле – заслуженная артистка России, телеведущая, актриса, известная своими ролями в кино и телесериалах. Ну и, конечно, что уж там скрывать, особенно запомнилась своим образом в сериале «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». Но вы, конечно, помните. Мне кажется, я только в комедиях играю. Хотя, на самом деле, я трагическая актриса, но никто почему-то. С Женей мы заложники одной роли, и после «Бальзаковского возраста» меня уже не воспринимает, она как клавнесса. В этом спектакле Жанне удалось и посчастливилось проявить не только комедийную, но и драматическую природу, что, собственно, как она сама призналась, свойственно женской натуре. Вот эта вот раздвоенность, особенно когда проблема выбора между хорошими и еще лучшими мужчинами, то это бывает такое в жизни ситуация. У меня бывало такой момент, и мне очень понятна эта ситуация. Поэтому сыграть двух женщин мне здесь было несложно. Что же до самого спектакля, то, как и зритель, артисты тоже остались довольны. Сегодня вообще был прекрасный зритель. Мы тоже знаем цену зрителей, потому что это половина успеха спектакля. Нам очень важна энергия, которая идет из зала, и если нас поддерживают, если это такой интерактив, когда с нами общаются, мы любим и ответить. Вдохновил артистку и прекрасный прием и зал районного культурного комплекса, что, несомненно, приятно. Иногда, когда много путешествуешь, и уже стираются города, лица, ты выходишь на сцену и понимаешь, о, я здесь была, здесь скрипит половица. А тут выходишь и понимаешь, да, я здесь была. Здесь прекрасно, как в прекрасном, хорошем театре, достойном. Чьих кистей работа? Точнее, кто еще руку приложил? О чем это я? Смотрите в рубрике «Культ просвет». Многие помнят знаменитую «Конфетку». И картину, впрочем, тоже. А вот кто ее написал? Это мы решили выяснить у прохожих. Кто автор картины «Утро в сосновом лесу»? Не знаю. Знаете? Серов. Шишкин. А вы знаете, кто в сад? Существует рублей. Шишкин. 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 А вы знаете, что он не один писал картину эту? Нет, не в курсе. А история такова. Картина «Утро в сосновом лесу» была приобретена Павлом Михайловичем Третьяковым в 1889 году. Правда, называлась она иначе «Медвежье семейство в лесу». Почти сразу после покупки картина была доставлена Третьякову. Павел Михайлович неожиданно для себя обнаружил некоторые изменения. Когда он платил за картину, на ней стояла одна подпись Ивана Шишкина. Когда получил уже две, к фамилии Шишкина добавилась фамилия Константина Савицкого. Именно он изобразил медведицу с тремя медвежатами. Шишкин счел долгом не только поделиться гонораром. Из 4000 рублей, полученных от Третьякова, отдал Константину Савицкому тысячу, но и попросил Савицкого оставить на полотне свою подпись. Однако Третьяков был покупечески жестким и повел себя принципиально. Раз покупал картину у Шишкина, значит и подпись будет на картине только Шишкина. Поверьте, это не потому, что Шишкин не умел рисовать. Он был прекрасным анималистом. Просто он очень был дружен с Савицким и позволил ему не испортить картину, а дополнить ее прекрасными мишками. На сегодня это все. Будьте здоровы. Культурных вам выходных и будней.